всем привет вот читаю второй том романа замечательного вячеслава шишкова который написал угрюм реку еще помимо всего прочего до эмилиан пугачёв очень хорошая книга занимательная и напоминает о том в частности что в школе нас учили тому что эмилиан пугачёв герой и вообще прогрессивный очень мужчина был потому что выступал против самодержавия против богатых да против всего вот этого зла черного и как бы на него в каком в каком-то смысле можно ориентироваться даже было потому что предтеча до всего вот этого революционного движения как бы а с другой стороны кто против эмилиана пугачёва воевал ну много кто воевал очень много очень много кто и в числе тех кто воевал был например гаврила державин тот самый державин который старик державин нас заметил и в гроб сходя благословил александровича пушкина и как бы и державин наш человек хороший да правильно потому что пушкина заметила гроб сходя благословил и пугачёв тоже понимаете вот отец революционного движения и за кого за красных ты или за белых поди разбери но речь не об этом а речь о том что если вы покопаетесь в моих плейлистах там есть ролик группе колоссиум британской вот так я элегантно перешел правда от гаврила романовича державина к группе колоссиум два первых альбома вот эти вот уже были обозреты обозреваемые а баз по всякому иначе то есть вот доской обаут туда и салют ю и валентин сюит две пластинки очень хороших и я там обещал что продолжим разговора группе колоссиум о второй части даже не а второй а а второй части первой части группа колоссиум потому что потом случилось на мой взгляд недоразумение под названием колоссиум 2 с участием гарри мура и и ну в общем я даже не хочу об этом говорить музыканты имеют право играть то что им нравится мне этот самый колоссиум 2 совсем не нравится поэтому я перейду ко второй части колоссиум 1 а это вторая часть она очень уж хороша и хороша она тем что произошла реорганизация в группе пришел в числе реорганизаторов певец крис фарлоу кто такой крис фарлоу крис фарлоу родом из лондона играл на гитаре и пел в юности но потом забросил гитару и стал только петь и получалось у него это очень здорово к вопросу о лучших вокалистах рок-музыки да мы знаем все эти фамилии которые сейчас в головах завертелись даже не буду их называть этих лучших вокалистов ну так вот крис фарлоу если кто не слышал если кто не знает его можно поставить в тройку которую составит артур браун и ангеллан и собственно говоря крис фарлоу такой же мощи такой же подачи такого же диапазона такой же громкости такой же ширины широты высоты низины глубины голос если говорить там роде стюарте и роджере чапмане величайших певцах британского блюз-рока и рока вообще-то их можно сравнить с сиреной такой мы их так и называли сирена или там как не знаю хриплые хриплые соловьи и прочее прочее так вот голос криса фарлоу это не сирена это скорее такой обезумевший огромных размеров тромбон представляете себя да вот этот тромбон вот только вот гигантского размера и такой вот такая вот иерихонская труба крис фарлоу начал он такую активную карьеру в 1962 году записывал синглы в основном выходили синглы которые были обласканы критиками но продавались не очень хорошо потому что слишком слишком уж своеобразен был голос криса фарлоу приметил приметил его эндрю лук олдхэм менеджер группы the rolling stones и стал им заниматься записывать его созданной им компанией immediate records и записал даже два альбома помогла группа the rolling stones очень крису фарлоу отдав ему песню out of time которая сразу выстрелила в исполнении криса фарлоу он спел ее в соул манере в такой очень громко очень так вот своим голосом чудовищным широко и это было очень круто но фирма immediate records приказала долго жить в какой-то момент и крис фарлоу пошел по другим компаниям на одной из этих компаний не помню даже как она называется вышла вот эта пластинка в 1970 году у криса фарлоу критики называют ее одним из лучших явлений прогрессивного рока британии начала 70-х годов ну все мы знаем прогрессивный рок британии да есть genesis там все вот это вот все вот это да мы любим бренды шикарные но на самом деле вот эта пластинка это действительно такой алмаз прогрессивного рока британии 1970 года шикарнейший совершенно альбом крис фарлоу from here to mama rosa with the hill тут все тут и джаз рок и симфоническая музыка и струнная группа мощнейшая и клавесины и рок и адский голос криса фарлоу адский в хорошем смысле этого слова сатану мы здесь ни в коем случае не рассматриваем не упоминаем вот так вот я скажу и то есть все для любителей вот такой сложной громкой навороченные в то же время мелодичной музыки и хочется отметить конечно здесь два произведения это собственного winter of my life предпоследняя вещь симфонически красивая грациозная грандиозная имама роза это просто симфоническая силуита такая с роком с настоящим роком просто какая-то опера в хорошем смысле рок-опера десятиминутная но не с 10 7 с половиной минут она идет а winter of my life четыре минуты пять секунд то и все песни остальные все очень хорошие пластинка несправедливо как-то у нас забытая в нашей стране но я напоминаю они однако я возвращаюсь к коллозиуму вот о чем сегодня мы поговорим немножко коллозиум life это тоже семидесятый год если меня память не изменяет или 71 я не помню не слежу за этим делом получились 1 и те же самые титаны британского прогрессивного джаз-рока и прогрессивного рока здесь играют джон хайсман ударный соответственно дик актел смит теноры сопрано-саксофоны дэйв гринслейт который не хуже вам джона лорда надо сказать хамон торган и другие клавишные инструменты дэйв клэм клэмк лэмпсон гитара марк кларк бас и крис фарлоу вокал ну поют здесь все включая дэйва гринслейда который замечательные соль на альбом и потом выпускал сам пел сам играл и такой прогрессив перри прогрессив у него очень мелодичный но вот эта пластинка это один из лучших наверное концертных альбомов всех времен я не буду говорить лучший скажу один из лучших меня он в свое время когда я был совсем юн еще и услышал он меня просто срубил свалил потому что в юном возрасте я считал лучшими концертными альбомами там made in japan например deep apple но когда услышал вот это его я понял что это круче чем made in japan по мощи по такой по вселенной музыкальной такой же силы рок такой же громкости до такого же драйва как и у deep apple на made in japan но гораздо шире вот эта мощь она такая всеохватная потому что всеохватывающие тут и саксофон и духовая секция большая но в меру сил большая потому что дик факсел смит играл на двух или на трех саксофонах одновременно у него это получалось он не первый кто так играл на саксофонах но у него это здорово очень выходило и конечно голос фарло который с первой песни здесь первого номера тогда да 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 и так просто прижимает привет янгилан ты не один оказывается такой подумал мальчик лёша рыбин тогда тогда казалось раньше что янгилан только так может тут еще посмотрим кто кого подумал я стал слушать дальше и наслаждаться роп леда туды мун первая вещь написанная джеком брюсом вот это самое где где начало и таким вырыком просто грандиозным walk in the park это блюзовое такое произведение грэма бонда а вот вторая сторона скеллингтон песня на всю сторону альбома там уж все будьте здоровы там и соло на гитаре клемма клемпсона здравствуй хендрикс хендрикс отдохни это называется и с квакушкой и имитация человеческого голоса на вау-вау педали вот этой и безумные пассажи и все и все это на бешеном драйве с духовыми с органом дэйва гринслейда да а соло кстати гринслейда на первые вещи здесь вот это вороп леда туды мун прекрасная соло хаммонда но я уже перескочил на вторую сторону на скеллингтон и вот здесь крис фарлоу выдал уже первую часть своих шуточек голосовых когда немножко музыка стихает под конец и фарлоу начинает тирольские свои эти штучки выдавать и тирольские и не тирольские и играть голосом как угодно причем очень страшно и вот это да вот я понял что вот эта пластинка эта группа со мной останется навсегда дальше продолжается танго тенгу вот там год 63 это третья сторона тоже на всю сторону произведения но здесь уже оттянулся хэкстел смит с двумя саксофонами на фоне рока на фоне бешеной гитарной игры клейла клемпсона духовые вот эти два саксофона и у него просто разрывают все сверлят мозг и забываешь про то что это саксофоны и что это вроде бы как бы и джаз с одной стороны но это такой рок что deep apple made in japan рядышком где-то тут находится примерно несмотря на то что нет вот этих вот это не буду называть имен гитарных штук в общем все в порядке и stormy monday blues завершает я скажу на всю сторону здесь вот этот самый танго лучся ты она почти на всю сторону в конце все-таки играется stormy monday blues где крис фарла опять вступает своим безумным диапазоном и своими дикими шуточками вокальными шуточки страшные и завораживающие и очень приятные потому что очень прогрессивные все очень здорово ну и вот на всю сторону lost angelos lost именно angelos финальное произведение она честная на всю сторону и она такое где все высказались в меру своих сил а сил в достатке там у каждого в общем вот этот альбом колоссе он life эта штука посильнее чем фауст гетте как сказал владимир ильич ленин когда послушал колоссе он вместе феликсом и думал чем держинским они сидели из слушать вот эту пластинку это это да и вот еще одна пластинка этого этого же состава с крисом фарлоу daughter of time колосьем тех же времен 71 год концептуальное произведение посвященное жизни смерти тяги к войне и вообще ужасом человечество начинается с оркестровки такой с металлом с колоколами фарлоу поет что-то что-то невероятное и просто вот всю это такая прогрессивная на две стороны захватывающие дух с гринслейдом на хаммонде и прочих клавишных с клей с клеммом клемпсоном на гитаре со всеми просто чудесами с голосом крису фарлоу и конечно замечательная песня темпу и мы дженери вестерн джека брюса который превращена из такой спокойной баллады джека брюса в симфоническую поэму на уровне вагнера там какая-то такая просто влах ах вот вам прогрессив рог вы хотите прогрессив рока вот он есть у меня будет теперь и у вас если его не было по сю пору и колосиум после этого собственно говоря и распался и образовался колосиум 2 частично с тем же составом на играли такой уже джаз-рок который играл много кто оригинальностью не отличалась в сне все очень здорово все очень круто но общем оригинальностью не отличалась команда потом группа реанимировалась уже ближе к нашему времени и вот последний альбом колосиум вот так он выглядит по моему четырнадцатый год если мне память не изменяет не изменяет ли мне память четырнадцатый год до четырнадцатый год жен хайсман дэйб гринслейт клемм клэмсон марк кларк крис фарлоу и барбара томпсон на саксофоне вдова как стала смита который умер в 2004 году но играет барбара не хуже ну точнее как них уже по-другому просто ну такой блюз взрослых людей пойду